На открытие соборной мечети в Москве сегодня собрались тысячи мусульман. После десятилетней масштабной реставрации она вновь принимает верующих. Выбор сегодняшнего дня не случайен. Завтра у мусульман большой праздник, Курбан-Байрам. Владимир Путин, который присутствовал на торжественном открытии, а приехали также лидер Палестины и президент Турции, назвал обновленную мечеть крупнейшей в Европе и поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве, в том числе и простых мусульман, кто жертвовал деньги. Репортаж Тимура Сиразеева. После завершения церемонии двери храма открыты для всех желающих. Сегодня люди идут сюда не только, чтобы помолиться, но и чтобы самим оценить новую мечеть. А смотреть есть на что. К примеру, центральная люстра весит полторы тонны. Она сама сделана в виде мечети. Они словно дети, постоянно удивляются и все фотографируют. Долгое время мечтали, ждали, молили, чтобы эта мечеть открылась. Слава Богу, мы дожили до этого. Мы москвичи, мы как бы уже обрусевшие татары, но все равно нам это очень даже и радостно, и празднично смотреть на такое чудо. Как в раю побыл? Почему? Ну, на душе легко, очень просто, великолепно. Главная мечеть России предстала во всей красе. Цвет куполов выбирали специально, чтобы вписаться в архитектурный ансамбль храмов Москвы. Под знакомыми очертаниями уникальные архитектурные решения. Там под ним есть другой купол, который выполнен из железобетона и является основным несущим. А там внутри есть еще третий купол, который был нами сконструирован специально, чтобы вот то убранство, которое увидели, чтобы его было хорошо видно, когда человек смотрит снизу. Смотрит снизу вверх и самой мечети. Вот так она выглядела до реконструкции. Была в 20 раз меньше. Теперь на трех этажах хватит места для 10 тысяч верующих. На открытие приехали президенты России, Турции, лидеры Палестины, главы регионов нашей страны, уважаемые религиозные деятели со всего мира. Это большое событие для российских мусульман. Одна из старейших мечетей Москвы реконструирована на историческом месте. Она стала крупнейшей в Европе и обрела, безусловно, новый, современный, великолепный вид, достойной столицы единой, многонациональной и многоконфессиональной страны, достойной России. Соборная мечеть станет для мусульман Москвы, да и всей России, важнейшим духовным центром, источником просвещения, распространения гуманистических идей, истинных, подлинных ценностей ислама. Будет нести знания и духовность. Государство помогает и будет помогать воспитанию молодежи на традиционных исламских ценностях, заявил президент. Важно не допустить распространения идей национального и религиозного экстремизма. Все чаще предпринимаются попытки эксплуатировать чувства верующих в политических целях. Мы видим, что происходит на Ближнем Востоке, где террористы из так называемого исламского государства, компрометируя великую мировую религию, компрометируя ислам, сеют ненависть, убивают людей, в том числе и священнослужителей. Варварски уничтожают памятники мировой культуры. Их идеология построена на лжи, на откровенном извращении ислама. Они пытаются вербовать адептов и в нашей стране. Мусульманские лидеры России, мужественно и бесстрашно, используя свой авторитет, противодействуют экстремистской пропаганде. Хочу выразить огромное уважение этим людям. Чем опасно так называемое исламское государство, не понаслышке знают в Турции. Боевики не раз совершали там теракты, а миллионы людей в соседней Сирии бегут в Турцию от ужасов войны. Сегодня президент Ридже Пердаган говорил не только о торжественном событии. Я бы хотел выразить свою глубокую радость и удовлетворение этой прекрасной картиной жизни, в то же время с печалью в сердце осознавая, что во многих уголках мира сегодня картина жизни совсем иная. Беженцы из Сирии, Ирака, Египта, Ливии и других стран устремились к границам Европы в надежде обрести мир и спасение. И мы являемся свидетелями горьких картин, за которые должно быть стыдно и всему миру. Люди лишаются не только права на религиозное поклонение, на сохранение своих корней и своей земли, но и главного права – права на жизнь. Председатель Совета Муфтиев России проводит для почетных гостей экскурсию, рассказывает, совместили традицию и новейшие технологии. Здесь все имеет значение. Форма минаретов символизирует многовековую дружбу братских народов. Они похожи одновременно и на Спасскую башню Московского Кремля, и на башню Сюембике Кремля-Казанского. В оформлении отражены и традиции других национальностей – ислам, религия 38 коренных народов России. Орнаменты – это чисто узоры российских мусульман. Они взяты из листов Корана, которые украшаются растительным орнаментом. Реконструкция растянулась на 10 лет. Все сделано за счет добровольных пожертвований. Деньги давали верующие со всей России и помогли мусульмане из-за рубежа. Я уверен в том, что эта мечеть станет центром, откуда будет исходить дух взаимного мирного существования религий и народов. Она станет важным религиозным и духовным посланием. Мы выражаем глубокую признательность и благодарность за строительство этой мечети. Завтра снова в соборной мечети соберутся тысячи верующих. Мусульмане будут отмечать один из главных праздников – праздник жертвоприношения – Курбан-Байрам. Симур Саразиев, Павел Рудаков, Валерий Жичкин, Владимир Гриневич, Первый канал.